Продолжение следует... У него не будет радости. Почему? Радость, она бывает только в настоящем времени, когда человек живет здесь и сейчас, когда он не мечтает. Когда мы постоянно мыслями уходим в прошлое или мыслями уходим в будущее, то тогда мы перестаем по-настоящему жить, мы именно уже существуем. И тогда невозможно исполнить слова апостола Павла, который говорит «Радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю «Радуйтесь». «Радуйтесь» — это вот здесь, сейчас, возможно. Вот сейчас выйди на улицу, посмотри, какая природа, какая красота, какая погода. Пообщайся здесь, сейчас с людьми. А когда мы постоянно в мыслях уходим или в прошлое, или в будущее, то тогда это буквально, правда, превращается в существование. И там нет не только радости, но там, на самом деле, и скорби нет, ничего нет, просто пустота. Человек, бывает, лежит на кровати и думает «Вот, если бы я там сказал бы вчера, может быть, все было бы по-другому». Или вот если у меня в будущем там лотерею я выиграю, у меня все наладится. Ничего не наладится. Жить нужно только в настоящее время, и тогда и радость тоже будет. В конце концов, царь Давид говорит «Что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься? Упывай на Бога, так как я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вот это уныние, когда ты ничего не делаешь, именно по той причине, что в мыслях или вчера, или завтра, оно, к сожалению, делает жизнь человека существованием. Или, как сегодня принято говорить, растением. Когда ты именно просто, как овощ, лежишь и ничего не делаешь. Так что, друзья мои, радость, она только сегодня. Выходите срочно на улицу, посмотрите, какая листва на деревьях, а если снег, то и снег потрогайте. Какая красота. И сразу туда хочется сказать «Слава Богу!» Помоги Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!